Здравствуйте, это программа «Православный взгляд» на телеканале ТУВА-24, в студии Татьяна Рамазанова. Я представляю своего гостя Антоний Дулевич, руководитель миссионерского отдела Кызылской епархии. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Наша программа выходит в замечательный день, который называется День Покрова Пресвятой Богородицы. Ну вот, наверное, об этом празднике поговорим сегодня. Что он означает? Вообще мы празднуем всегдашнее заступничество Божьей Матери, которое относится и ко всему роду человеческому, и особенно к верным, то есть к православным христианам. Сама история праздника уходит в древние времена. Еще в VII веке был в Константинополе написан кондак Божьей Матери, сбранные в воде победительные. И вот в Константинополе происходили разные события, которые свидетельствуют о том, как Божья Матерь сильно любит, и о том, какой она имеет власть покрывать нас своим заступлением, своим покровом. Так вот, в 860 году в Константинополь приплыли корабли, которые хотели захватить Константинополь, корабли русичей, Аскольда и Дира. И тогда жители Константинополя, конечно, испугали, что их могут захватить. Константинополь тогда был православным, а Русь православной не была. Русь не была крещена. Так вот, семейственные жители стали молиться, и Патриарх Фотий взял из Влахенского храма, который находился в Константинополе, часть Ризы Божьей Матери, и опустил воды Босфора. Началась страшная буря, которая потопила корабли, и, собственно говоря, Аскольд и Дир были очень сильно впечатлены этим событием, и впоследствии они прилили к крещению с именами Николая и Илья. Они стали одним из первых крестившихся русичей. И уже потом, через, получается, сто с лишним лет Русь была крещена. А это вот случилось еще до крещения Руси. А в 1910 году на Константинополь напали сарацы, на ней окружили город, и тогда местные жители снова обратились к Божьей Матери, возносили молитвы. И вот во время всеночного бдения в этом же храме в Лахерском, где была Риза Богородицы, через который Божья Матерь разъявила свою заступничную помощь, совершалась молитва, и юродивый человек, святой блаженный Андрей, увидел, как Божья Матерь находится над молящимися и расстилает свой покров. Мокров — это женский головной убор, ткань, которую Божья Матерь одержит в своей руке. Она символизирует покровительство Божьей Матери, заступничество. И тогда, после этого видения, естественно, произошло чудо, и сарацыны отступили. И вот что для нас этот праздник вообще обозначает? Для нас это праздник воспоминания о том, что Божья Матерь всегда о нас печется, всегда готова заступиться за нас. Это свидетельство о том, что Божья Матерь ходатайствует за нас. Это свидетельство о том, что Божья Матерь имеет великую власть, и нет ни одного неразрешимого события, неразрешимой ситуации, которую Божья Матерь не могла бы исправить в жизни человека. Вот часто есть какие-то проблемы, невзгоды, знаете, как некоторые люди говорят, вот, Бог — это последняя инстанция, вот, если что-то тут сами у нас не получается исправить проблемы, мы в последнюю очередь обратимся к Богу. Но на самом деле Господь, собственно говоря, попускает эти ситуации для того, чтобы человек обратился к Господу Богу. Так вот, Божья Матерь, как я уже говорил, она имеет великую власть, и она очень часто вмешивается в нашу жизнь. Кто-то из святых, когда был на небе, сказал Божьей Матери, когда был восхищен, и было ему открыто, что Божьей Матери на небе нет. Она на земле присутствует своим присутствием, посещает людей, посещает нас, спасает от бед, разрешает неразрешимой ситуации. Много было явлений Божьей Матери. И вот хотелось бы вот о чем сказать, поговорить о том, на чьи молитвы Божья Матери отвлекаются. Потому что не каждый человек обращается к ней, не каждый человек хочет к Божьей Матери обращаться. Она — наша мать. Когда Господь страдал на кресте, Иоанн Богослов находился рядом, его любимый ученик рядом находилась, Престая Богородица, и Господь, взирая на Иоанн Богослову, сказал, что Богородица — это сын твой. И потом Иоанн Богослову сказал, что это Матерь твоя на Божьей Матери. И тем самым всех христиан Господь усыновил Престой Владычей нашей Богородицы. Так вот, мы для нее дети, мы для нее дети, за которых она очень сильно переживает. Кстати, те переживания, которые она перенесла перед крестом, Некоторые стоятцы говорили, что ни один человек столько скорби не нес, сколько Божья Матерь несла, стоя перед крестом. Потому что она видела не только, как ее сына распинают, но дело в том, что она своей святостью еще чувствовала некое смущение, потому что Христос же безгрешен. А как так безгрешен? Как Он так страдает за грех? Ведь Он безгрешен. И вот это все пронзило ее сердце великой скорбью. Но она переживает в том числе и за нас. Так вот, чьи молитвы слышит Божья Матерь? Мы знаем, что Божья Матерь – это образец смирения. И множество стихотцов говорят, что Господь избрал ее именно за это добродетель. То есть, то смирение, которое имела Божья Матерь, никто из людей никогда не имел, но за исключением Бога Человека Иисуса Христа, ее сына. Так вот, Божья Матерь радуется, когда почитающие ее стараются смиряться. То есть, одно дело просто. Человек ищет заступление Божьей Матери, ищет разрешение какой-то проблемы, и говорит, Божья Матерь, помоги мне. Человек спрашивает, какую молитву читать. Но при этом он не хочет в своем сердце смиряться. Смиряться перед ближним. И поставлять себя ниже ближнего. То есть, смиряться – это бороться со своими грехами? Нет, бороться со своими грехами – это общее понятие. А смиряться? Давайте рассмотрим это понятие. Вот если Богородица слышит смиренных, то каким должен быть смиренный человек? Смиренный человек – это человек, который считает себя прахом, пеплом. Мы, собственно говоря, и созданы в земле. Это тот человек, который считает, что мой ближний выше меня, он лучше меня. Это тот человек, который во всем принимает волю Божьей с благодарностью и нищет своего. То есть, святые отцы, когда спрашивают, что такое смирение, говорят, что это невозможно словами объяснить. Это очень обширно. Некоторые качества мы, конечно, можем назвать. Так вот, понятно, что все мы, может быть, кто пытается какую-то духовную жизнь вести, пытается смиряться. Но у всех не получается. Так не получается. Нужны годы, чтобы научиться. Но Божья Матерь смотрит на что, на старания. Стремится ли человек к этому? Стремится он смиряться? Трудится он ли в этом или нет? Пусть он не получилось. Хотел смириться, но не получилось, сказал слово, где не нужно быть, в лес. Где-то там осудил, хотел смириться. Хотел смириться – спорить начал. Но если человек пытается это делать, то Божья Матерь являет ему особую любовь свою. Особенно, если человек делает это не просто, потому что он так вроде как надо делать, а чтобы подражать добродетелю Божьей Матери, чтобы ее радовать. Когда человек спрашивает, какую молитву мне прочитать, чтобы Богородица не слышал, это свидетельствует о том, что нет живого общения, живого отношения к Богородице. Потому что она же Матерь наша, и она радуется, когда мы хотим ее радовать. Если я не хочу Божьей Матери радовать, то хоть какие молитвы прочитают, Богородица даже может помочь. Но вот этой живой связи самое главное не случится. Это первое. То есть человек, который пытается смиряться, пытается уступать, пытается считать себя хуже других, тот человек Божьей Матери особо слышен. Вот второе состояние человека, в котором Божья Матерь тоже особо предстательствуется из-за него, это состояние, когда человек борется за чистоту, за чистоту своего тела, мыслей и чувств. То есть вот есть такой грех, блуд, которым весь мир расстреливается. Он на каждом шагу рекламируется каким-то образом и так далее. Так вот, святой Серафим Богучарский, святитель такой, который очень Божью Матерь любил и почитал, он говорит, что Божья Матерь ненавидит этот грех. И, допустим, человек этот грех может не совершать телесным образом, но иметь какие-то скверные мысли, нечистые, или не бороться с ними совсем, или какие-то чувства. Так вот, если человек не борется с этими мыслями, с этими чувствами, то тоже Божья Матерь, он от себя отдаляет. А когда человек начинает усиленно бороться, внимательно, чтобы опять-таки нашу Матерь обрадовать, чтобы радовать Божью Матерь за то, что вот она есть символ чистоты, и она особо начинает предстательствовать. И опять-таки у человека может не получаться, да. Там пришла мысль, он опять как бы вот сделал это, да. Но если человек искренне борется за эту чистоту, чтобы Божья Матерь никогда ни в чем не оставит. И третье, что нужно иметь, чтобы Божья Матерь, чтобы не только она нас не оставляла, чтобы мы это сами видели и чувствовали. Это надежда на нее, на ее покров. То есть если человек опять-таки смущается и суетится, и спрашивает, вот какую молитву мне просчитать, что вот мне сделать, чтобы вот услышала, может быть свечку поставить или так поклону сколько положить. Божья Матерь слышит, она все молитвы слышит, но особенно предстательствовать за тех людей, которые имеют на нее надежду. Что это значит? Это значит, что когда в моей жизни случается какая-то ситуация неприятная, скорбная, казалось бы неразрешимая, а человек говорит, мы не можем переживать, у нас есть Богородица, у нас есть заступница, которая имеет такую власть, которую не имеет никто на земле. Никто. И когда человек имеет такую надежду, он даже может вслух не молиться, ничего. Но имея такую надежду, он не будет посрамлен. Богородица вмешивается в любые дела, в любые происшествия и все исправляет. Но для этого нужна надежда. А откуда берется эта надежда? Надежда берется из опытности, да? То есть раз Богородица помогла, второй раз помогла, третий помогла, и в четвертый раз человек уже не сомневается, что она снова все разрешит. Разрешит в том плане, что разрешит ситуацию, да? Не разрешит нам грех делать. Так вот, из этого опыта рождается надежда. И человек уже, находясь в каких-то смущениях, в каких-то переживаниях, он не впадает в печаль и уныние, он знает, что у него есть Божья Матерь. А в каких ситуациях человек боится к Божьей Матери обратиться? Когда его совесть обличает. Когда не следит за чистотой своих мыслей, чувств. Когда не смиряется, а возвышается, не понуждает тебя смиряться. Тогда ему сама совесть говорит, ну что, ты думаешь, что тебя Богородица слушать будет? Да не будет ли они тебя слушать? И он немножко и боится обращаться к Божьей Матери. И чувствует, что, ну как бы, поможет, не поможет. Это можно сравнить. Вот представьте, вот есть ребенок, а есть мать. Ребенок стащил у сумки из матери 100 рублей, к примеру. Ну и понимает, что мать об этом узнала. Будет ли у ребенка твердой решимостью маму что-то просить? Зная, что только что он ее оскорбил своим поступком. Конечно, ему и стыдно будет. А если он пытается радовать маму свою? Мама идет домой. Он ей, вот мамочка, я тебе хотел приготовить еду, но все сгорело. Но хотел же, мама-то рада. Хоть запах гари стоит на кухне, но мама рада, что ребенок ему приготовил. Разве мама в чем-то откажет? Нет. И ребенок это чувствует, что мама его ни в чем ему не откажет. И поэтому он просит с зерновением, с упованием. И уже когда мы просим, мы чувствуем, что уже Богородица не просто когда-то вмешается, что она уже здесь, что она уже слышит, что уже вся ситуация разрешается. И поэтому христиане, они имеют мир на сердце, спокойствие, когда происходит ситуация, которая казалось бы, да вообще, ну как так можно? Это же вообще ужас какой. А вот, допустим, молитвы, когда человек приходит в храм, они равнозначны, молитва Иисусу Христу и Богородице? Ну, конечно, мы в первую очередь обращаемся к Господу. Вот, допустим, всякие сектанты, они отвергают Богородицу. Они говорят, что нам не нужны посредники, не нужны ходатайи. То есть опыт церкви, опыт апостолов, они отвергают. Они считают, что к Божьей Матери нужно обращаться, слишком сильно почитать. Но что тем самым они делают? Они нарушают заповедь о почитании родителей, если она мать наша, да, Божья Матерь. А кроме того, она мать нашего Господа Бога. И, знаете, вот бывает так, что ты согрешил как-то, и уже как бы Господу стыдно. А Господь кого слушает? Господь же заповедь о почитании родителей исполняет, исполняет. Он свою маму всегда слушает и не может не исполнить ее прошение. И поэтому мы и не только в скорбях, но и когда вот согрешили, мы просим заступление Божьей Матери, чтобы она умолила сына своего, нашего Господа, о том, чтобы он нас простил и помиловал. Вот, конечно же, сначала Господу, потом Божьей Матери. Но в то же время, понимаете, вот, претестанты говорят, вот, не надо молиться, почитать. Знаете, вот можно доказывать по Библии. По Библии можно доказать, почему надо Богородица почитать, что она говорит, что облашает меня в сироде и так далее. Нам ничего не нужно доказывать, понимаете. Когда мы чувствуем, что она рядом, когда чувствуем ее силу, когда чувствуем ее ходатай, заступчество, что никакие не нужды, там, доказательства, какие-то споры, понимаете. Вот я вот, знаешь что, рядом со мной сидит Татьяна. Я выйду на улицу, мне будет человек говорит, что никакой Татьяны там нет. Я знаю, что я посмеюсь и улыбнусь. Вот скажу, ну не веришь, не верь, как-то, да, жаль тебе. Вот, поэтому, кто не почитает Божью Матерь, тот оскорбляет самого сына. Потому что Христос тоже этим оскорбляется. И его мать не то, что не почитает, а сектанты хулят. Престой Владимир нашей Богородицы, поэтому помощи ее не имеют. Кстати, я еще хотел такой случай рассказать. Престая Богородица не только являет свою милость, любовь, но иногда являет и свою строгость. Был такой случай, грузинский святой Гаврилор Гебадзе, святой XX века, юродивый. Один раз его попросили совершить молебен об умножении грузинского народа. Чтобы больше детей рождалось. И во время молебна, как-то у него перед глазами все исчезло. И он оказался в каком-то таком подвале, где все было в крови, все было в каких-то частях тела. То есть какие-то крики. И он понял, что это младенцы, которые убиены в утробе, абортированные. И вот он шел, ужасался и видел Божью Матерь, которая на него смотрела. И смотря на него с такой строгостью, что он потом описывал это, что вообще просто никогда такой строгости не видел. И сказал, что Божья Матерь ему ответил. Сказала ему Божья Матерь, что вот ты молишься о том, чтобы народ умножался, а потом вот вы что делаете. И Богородица очень строго ему на это ответил. Ему потом очень сильно испугался, чтобы просить ее. Такой же молебен совершал. Поэтому Божья Матерь не только вмешивается, когда нам нужна помощь, но она может и наказать. Она может прогневаться, когда обижают людей невинных, которые не могут сами за себя заступиться. Престая Богородица может вот так вот явить свою власть. Но в то же время она любовью ко всем переполнена. Какие праздничные службы пройдут в связи с покровом? Ну, божественная литургия, как обычно, все ночные обдения накануне во всех храмах города. Ну, какую молитву нужно читать, я уже не буду спрашивать, потому что вы все достаточно подробно объяснили. Вот, ну, хотелось бы напомнить, есть одна из молитв. Пресвятая Богородица, накрой нас священным своим амафором, избави нас от всякого зла. Амафор – это, наверное, есть вот этот покров. Да, ну, это образ ее заступничества. Да, то есть, как бы не сама ткань, да, от ее покровительства все. Ну, и на Руси считалось, что первый снег, он выпадает именно на покров. Да? Или это все... Ну, что считалось? Он когда выпадал, тогда и выпадал. Да, то есть, это все-таки язычество там. Да нет, ну, что значит? Первый снег выпадал на покров. Он мог выпасть раньше, мог позже выпасть. Да, да, да. Но пока нет никакого снега. Ну, вот, знаете, что еще хотел добавить-то по поводу Руси? В Греции, несмотря на то, что Престая Богородица заступилась за греков, можно сказать, от предков русских, от русичей, да, в Греции этот праздник, ну, он есть, но не сильно так он вот почитается, как другие праздники. А на Руси он, наоборот, имеет широкое такое распространение и очень такой известный праздник. То есть, такой парадокс, да? А как это вышло? Князь Андрей Боголюбский, получается, в XII веке, он узнал об этой истории, он был поражен, и сказал, что вот почему у нас нет этого праздника. Давайте мы праздник покрова Божьей Матери будем у нас тоже ведем, будем праздновать. И на Руси стали строиться храмы. Храм покрова на Мерли, в Москве покромский храм, ну, и в других городах. Вот, и как-то вот этот праздник стал таким вот русским, хотя корни его вообще об обратном, да? Большое спасибо за снова интересную беседу. Я напоминаю, что это была программа «Православный взгляд» на телеканале ТУВА-24. И сегодня о большом празднике мы говорили с Антонием Адулевичем, руководителем миссионерского отдела Кызылской епархии. Спасибо. Всего доброго.